добрый день прекрасный город пущино прекрасная погода я очень рад что меня пригласили спасибо и примерно час я вам буду рассказывать о мозге и движениях ну вообще я занимаюсь мозгом то есть то что называется нейробиология это моя специальность и мы изучаем у нас на биологическом факультете мгу то как работают отдельные нервные клетки нейросети особые отделы мозга изучаем химические процессы в мозге в том числе скажем лекарственные препараты которые можно использовать для того чтобы те или иные заболевания лечить ну и вообще нейробиология наука конечно 21 века это очевидно и мозг всех интересует и биологов и медиков и психологов и лингвистов и программистов и даже людей которые искусством занимаются и сейчас есть такая область называется нейроэстетика которая собственно о том что такого у нас мозги что мы вот это считаем красивым а вот это не очень ну и одна из важнейших функций мозга а некоторые считают что вообще самое важное это движение то есть мы двигаемся у нас полно мышц и собственно всю нашу жизнь мы осваиваем движение начиная с каких-то простых шевелений которые там младенец колыбельки производит и кончая иногда очень сложными двигательными навыками ну и в частности вот цирк или там балет или спорт его высших достижениях это очень очень конечно сложные движения у нас 400 мышц ну скажем так более 400 мышц это много и всем этим хозяйством действительно нужно учиться управлять то есть врожденное продвижение наш мозг знает довольно мало кое-что знает и мы об этом сегодня поговорим но в основном мы конечно учимся и всей вот этой вот машинерии действительно нужно постепенно овладеть вот но надо сказать что у нас еще не самая сложная задача вот например у слона в хоботе 400 мышц и он тоже всем этим овладевает поэтому когда вы смотрите там какие фильмы bbc про слонов и видите маленького слоненка он когда бежит у него хобот вот так вот болтается он еще не умеет им управлять а потом он уже такого важно несет да перед собой использует для того чтобы схватить разные предметы он этому учится лет пять а то и семь ну примерно столько же и человеческие детеныши учатся для того чтобы овладеть например способностью нормально рисовать писать ну и дальше всю жизнь мы эти самые двигательные навыки купим вот появился наш мозг и я попытался показать основные отделы которые занимаются движениями ну во первых это наша двигательная кора которая занимает половину лобной доли то есть от макушки вниз и немножко вперед это вот собственно та зона которая управляет на самыми сложными движениями дальше мужичок он вроде небольшой но на самом деле в нем очень высокая концентрация нервных клеток и половина наших нейронов находится в мужичке то есть это такой бангладеш нашего мозга где нейронов очень много на единицу так сказать объема и собственно там в основном находится наша двигательная память ну еще конечно спинной мозг который конкретно работает с мышцами туловища конечностей и еще в глубине больших полушарий есть отдельная зона которая называется базальные ганглии вот про нее мало кто знает то есть получается что большие наши полушария как устроены снаружи кора серое вещество потом белое вещество это волокна которые соединяют кору со всеми отделами мозга а потом опять серое вещество опять нервные клетки и эта зона базальные ганглии работает вместе с мышечком ради нашего двигательного обучения двигательной памяти ну вот появились здесь на картинке нервные клетки я думаю вы знаете как выглядят нейроны для них характерно наличие большого количества отростков и с помощью этих отростков нейроны контактируют друг с другом но в среднем каждый нейрон это где-то 5 тысяч контактов с другими нейронами а где-то и больше где-то и 50 в том же мышечке ну во всяком случае наш мозг очень сложная информационная система там 90 миллиардов нейронов то есть больше чем жителей на планете земля получается что каждый постоянно разговаривает примерно с пятью тысячами если две эти цифры умножить то получатся большие триллионы которые по сложности напоминают видимо интернет опять-таки всей планеты поэтому это интересно это сложно это еще изучать изучать и хотя вот я всю жизнь мозгом занимаюсь у меня ощущение что все только начинается всерьез потому что в 21 веке появляются все новые приборы которые позволяют нам все глубже и глубже в эти сферы проникать ну с движениями как раз все довольно просто по крайней мере когда мы смотрим как это на выходе организовано то есть для того чтобы мышца заработала к ней должны пойти отростки специальных двигательных нейронов и эти двигательные нейроны их действительно львиная доля находится в спинном мозге и для того чтобы я пошевелил пальцем нужно чтобы вот к этим мышцам к этой мышцы пришли отростки нервных клеток которые находятся у меня в шейном сегменте спинного мозга то есть вот этот длинный отросток он называется аксон получается больше метра но мы привыкли что клетки маленькие они действительно маленькие но отростки бывают очень длинные и непрерывные то есть от спинного мозга до мышцы сигнал передается поэтому очень быстро точно ну и дальше собственно на конце каждый отросток такой нервной клетки ветвится и управляет некоторым количеством мышечных клеток в целом если смотреть какие мы движения выполняем то можно выделить их четыре типа и вот про эти четыре типа я сегодня чуть-чуть и расскажу самый простой тип движений про который все знают это рефлексы когда есть стимул и реакция дальше вторая группа движения называется локомоция локомоция это перемещение в пространстве то есть когда мы идем бежим плывем ну или летим если вы летать умеете вот то есть вот это повторное сгибание разгибание конечности прежде всего это вторая категория движений третья категория произвольные движения их определяют как новые движения в новых условиях и вот как раз ими занимается кора больших полушарий но если мы многократно повторяем любой из этих типов движений рефлексы локомоцию произвольные движения наш мужичок и наши базальные ганглии которые в глубине больших полушарий они запоминают параметры запоминают какие мышцы в каком порядке дергать с какой силой и скоростью и вот там то там то и формируется так называемые автоматизированные движения то что мы называем двигательными навыками и как бы вершина развития движения в нашем мозге это именно автоматизированные движения и под конец мы до них тоже доберемся ну а начнем с рефлексов действительно рефлексы самая простая такая область про них все знают хотя бы о том что они существуют ну а впервые всерьез об этом задумался француз рене декарт еще в конце 16 века он соответственно написал нет неправильно 17 века в конце 17 века он написал книгу где собственно охарактеризовал так называемый рефлекторный принцип работы мозга вот эта картинка из книги декарта где вот этот странный почему-то голый мальчик зачем-то сунул ногу в костер но в принципе понятно что дальше будет дальше он обожжет эту самую ногу и ее отдернет и декарт собственно предположил что наша чувствительность это такие нити которые натягиваются дергают за определенные механизмы там скажем клапаны до в мозге из мозга выходят некие загадочные газы он назвал их животные духи и эти газы наполняют мышцы мышцы надуваются и нога дергивается вот сама по себе машинерия да она конечно фантастическая и на самом деле все не так а принцип правильный и вот этот принцип его назвали рефлекторным принципом и хотя сам декарт слова рефлекс не употреблял но он уже описал вот эту логику и эта логика самая простая действительно то есть у нас есть цепочка нервных клеток вот видите я так изобразил нервные клетки кружочек и отросток куда таксон он заканчивается на следующей клетке передается сигнал дальше дальше и вот в самом начале стоит то что называется чувствительный нерву или сенсорный он реагирует например на боль или на прикосновение или на запах ну на какой-то стимул который пришел и подействовал на наш организм и дальше цепочка сигналов но реально это электрические импульсы примерно как компьютере вот цепочка сигналов конце концов добирается до той клетки которая управляет мышцей и бац мышца сокращается ну и в данном случае вот отдергивается нога это декартовская схема а этот уже современный из учебника где собственно нарисованы эти нервные клетки вот спинной мозг в разрезе и вот этот рефлекс отдергивания он в общем очень хорошо изучен и понятна его природа и зачем он возник в ходе эволюции потому что подобного рода рефлексы они что называется врожденные е это значит что эволюция их отобрала сформировала это значит что есть такие генетические механизмы которые определяют построение вот этих нервных клеток в цепочку и когда ребенок рождается на свет или там какой-нибудь щенок да или даже там не знаю маленькая лягушка да это для головастик у них подобные рефлекторные дуги они сразу работают врожденные рефлексы значение вот этого рефлекса отдергивания она понятно это защита то есть мы убегаем от источника опасности а вот второй рефлекс тоже всем известный коленный то есть в этом случае доктор бьет как известно молоточком под коленку под коленную чашечку и растягивается так называемая четырехглавая мышца бедра это самая большая мышца нашего организма ну и собственно коленка разгибаются и выглядит это конечно забавно но вот здесь смысл происходящего он не очень понятен а зачем вообще этот рефлекс действительно если мы вырвем этот рефлекс что называется из контекста то есть из жизни организма то это скорее так смешно но и не очень понятно как как какая цель но на самом деле подобные рефлексы нам нужны по ходу выполнение движения и особенно по ходу того что мы называем поддержание позы то есть если головной мозг сказал спинному сохраняй такую-то позу то дальше подобные рефлексы позволяют эту позу удерживать несмотря на возникновение внезапной нагрузки то есть собственно в чем тут рефлекс то в чем чем он запускается он запускается внезапным растяжением мышцы то есть когда доктор тихонечко но резко бьет под коленку это самая четырехглавая мышца резко дергается и специальные нервные волокна в этой мышцы на это реагирует и сигнал добегает до двигательной клетки и растянутая мышца в ответ сокращается по сути это такое упрямство на мышечном уровне которые действительно позволяют нам поддерживать позу вот представьте себе что вы скажем стоите посредине салона там не знаю автобуса автобус куда-то едет и вы там читаете книжку или там смартфоне что-то смотрите да то есть ваш головной мозг сказал спинному стоять и спиной сказал да есть начальник значит я буду стоять то есть напрягли мышцы тех же самых ног дальше например ваш автобус начал внезапно тормозить инерция и вас по салону понесло ну пусть не очень сильно да то есть мы не будем падать в этом примере вас сдвинуло например вправо и вот в этот момент четырехглавая мышца вашей ноги растянулась потому что возникла внезапная нагрузка никто не бил молоточком а вот жизнь она как бы растянула эту мышцу и за счет этой рефлекторной дуги ваша растянутая мышца усилила сокращение то есть смирной мозг посылает на мышцу сигнал сопротивляться нагрузке пытаться сохранить позу и тогда понятен зачем этот рефлекс то есть он позволяет ну например удержаться на некой колеблющийся поверхности да ведь ясно что наши предки которые там прыгали по веткам для них это было очень актуально ну и сейчас по жизни нам подобные рефлексы все время нужны ну скажем в голову да когда мы скользим или еще каких-то таких ситуациях когда не очень предсказуемая и не очень ровная местность но во всяком случае эти рефлексы их называют еще мио-тотические то есть рефлексы на растяжение мышцы они получаются с любой крупной мышцы не только с четырехглавой мышцы бедра с бицепса с трицепса и они на самом деле конечно важны а вот доктор их тестирует для того чтобы посмотреть состояние вашего спинного мозга все ли с ним нормально и если он вас стукнул под коленку а ваша нога не разогнулась это не значит что какая-то болезнь это значит просто не попали надо поточнее стукнуть но иногда бывает такое строение сустава что даже почти не вызвать этот рефлекс а вот патология считается ситуация когда стукнули один раз а нога несколько раз разгибаются вот тут уже доктор поправит очки начнет вас тукать по разным мышцам потому что в вашем мозге почему-то избыток возбуждения сигнал заблудился и надо понять что там происходит ну вот здесь вы видите как такой же рефлекс вызывается например с трицепса мышцы которая находится на задней поверхности плеча ну еще раз вот нарисована эта дуга то есть не всего две нервных клетки вообще две одна воспринимает растяжение мышцы а вторая запускает сокращение этой мышцы в ответ ну и вот подобного рода рефлексов их довольно много то есть декарт он начал изучение принципов работы мозга начал с рефлексов потому что рефлексы это самое простое они наиболее доступны для наблюдения ну и обычно опять же мы понимаем какой смысл в этих рефлексов ну скажем сосательный рефлекс для младенца очень важен и он же должен как-то пищу добывать да вот и сейчас с помощью узи мы знаем что младенец уже 7 месяцев сосет еще у мамы в животе до сосет палец тренирует этот рефлекс чихательный ну понятно он защитный когда к вам в дыхательные пути чё-то попало надо это вычихнуть вот и это такая врожденная реакция вот еще один интересный рефлекс хватательный но родители биологи прекрасно знают что если дать младенцу палец то он цепляется за него а если дать два пальца можно даже поднять младенца при этом бабушки дедушки очень страшно кричат и волнуются но физиологи говорят не все нормально все работает это называется хватательный рефлекс вот зачем он младенцу а вот для этого то есть обезьяны они же не строят гнезда да не роют норы родила приезжала к себе и поскакала владелец сам держится а кто плохо держался давно уже отвалился в глубинах эволюции и вот что интересно да человеческие женщины уже давно не такие волосатые а рефлекс остался то есть это то что мы называем рудиментом когда наши предки это имели и вроде смысл уже потерян но поскольку нет специального механизма который бы убирал ненужное это сохраняется и выглядит как очень такая забавная но в принципе довольно полезная штука и когда младенец вас берет своими лапками за палец это очень трогательно для вашего родительского мозга вот еще один из рефлексов называется ориентировочный когда внезапно резкий звук или какое-то движение на краю поля зрения мы поворачиваем голову и смотрим что там это исследовательский рефлекс рефлекс новизны это любопытство на самом древнем уровне и при этом это все равно врожденная реакция то есть наш мозг врожденно знает как сопоставить тот сигнал который был с которым сейчас детектировать изменения определить изменения и запустить вот этот поворот головы глаз вот это важно потому что собирать информацию об окружающем мире это очень значимо почесаться отдельный такой рефлекс это называется груминг на ученом языке и соответственно биологический смысл понятен потому что надо страхивать грязь паразитов а тех кто плохо чешется они быстро завшивеют и умрут в ужасных мучениях ну и что интересно вообще все эти программы они же могут быть источником вдохновения для поэтов писателей художников и вот например почесаться казалось бы да такая банальное дело а вот художник эдгар дега один из величайших импрессионистов да он рисовал женщин в неожиданные моменты вот которые ну вот занимаются например этим самым грумингом то есть уходом за своим телом и получается великое произведение искусства ну вообще любой из нас понимает что почесаться это хорошо любой хорошо сделанный рефлекс доставляет нам положительные эмоции вот ну и космонавты с ужасом рассказывают о том как бывает плохо когда вы в открытом космосе до в скафандре а у вас чешется нос и вам еще два часа в открытом космосе и тогда даже звезды вас уже не очень радует вот а мультяшные герои да они соответственно за чистоту ну и там мой до дыр надо надо умываться это прямо апофеоз груминга а это балу если помните из диснеевского мультика про маугли он там прям поет песню про большой почесон и про то как это классно ну и вот еще один пример рефлекса бывают очень сложные рефлексы которые учитывают непростые сенсорные стимулы не просто боль не просто растяжение мышцы а вот например вот такой зрительный образ то есть смотрите вот новорожденные гуся то казалось бы чудом у них мозгов то совсем ничего еще почти ничему не обучились но они врождённо понимают что если по потолку движется вот такой силуэт и движется он направо то надо затаиваться а если он движется налево то они его не боятся налево движется это что а это силуэт гуся значит свой летит не страшно а вот если направо короткая шея длинный хвост это хищник это коршун значит надо прятаться пригибаться оставаться неподвижными то есть их маленький мозг не просто реагирует на стимул а анализирует его параметры и в итоге реакция оказывается очень сложной у нас кстати тоже есть рефлексы реакции врождённых которые завязаны на сложный анализ зрительных сигналов это прежде всего реакция на основную мимику человеческую то есть основные мимические выражения ну то что вот древнегреческие маски трагедия комедия наш мозг ну или смайлики да наш мозг узнает их врождённо и мы знаем как выглядит улыбка и как скажем выглядит гримаса боли или там ярости и это очень значимый компонент нашей эмоциональной жизни и в конце 20 века вообще выделили так называемый зеркальный принцип работы мозга когда мы смотрим на эмоции другого человека и начинаем их тоже испытывать это наша врождённая программа мы врождённо так устроены что со переживаем со радуемся со страдаем это замечательное свойство нашего мозга который лежит в основе например альтруизма взаимопомощи и несмотря на то что оно врождённо задано это его ничуть не принижает дату мы исходно очень мощно сопереживающие существа ну и дальше если мы это сопереживание сумеем вынести на уровень такого большого поведения так это же совсем окажется прекрасно ну опять же вот художники пику пишут всякие картины на этот счет не всегда позитивные ну или вот всякие киношные персонажи тоже эксплуатируют эту яркую мимику да и собственно и в театре и в мультиках там очень явные яркие мимические выражения они активно используются то ну вот тут еще парочка рефлексов зевательный например кстати зеркальные нейроны заставляют нас зевать вместе с этим котиком да ну по крайней мере подталкиваются то есть мы да так устроены ну и давайте теперь перейдем ко второму типу движения второй тип движения называется лакомоция лакомошен перемещение в пространстве ну и за перемещение в пространстве отвечают наши руки-ноги то есть две руки две ноги этим управляет спинной мозг то есть у нас в спинном мозге есть центры передних и задних конечностей вот это я как бы изобразил головной мозг а это вот передние и задние конечности если посмотреть вернее те центры в спинном мозге которые управляют руками и ногами если посмотреть как человек ходит то он как правило начинает движение с ноги ну с того что называется ведущая нога потом потом в движение приходит рука с той же стороны потом движется нога с противоположной стороны опять рука с той же стороны и система зацикливается то есть когда мы идем мы движемся мы шевелим руками ногами и при этом возбуждение в нашем спинном мозге идет по восьмерке обратите внимание когда мы идем у нас руки движутся но движутся не синхронно с ногами немного от них отставая это уже не рефлекс рефлекс там есть начало и конец а здесь циклическая замкнутая структура по которой нервные сигналы могут двигаться хоть несколько часов и можете и вы можете все идти 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 вперед и сигнал будет продолжать циркулировать именно благодаря вот такой системе да мы машем руками когда идем по сути это еще один рудимент потому что когда мы же на двух лапах ходим да зачем мы машем руками толку от этого никакого но наши предки ходили на четырех лапах но и поэтому собственно нам проще махать чем не махать потому что в нашем спинном мозге стоит вот такая кольцевая структура кто управляет всей этой системой конечно головной мозг там есть специальные зоны которые при достаточном уровне возбуждения говорят спинному мозгу так стали пошли пошли быстрее а теперь побежали и вот переключение с ходьбы на бег оно похоже переключению машины с первой скорости на вторую потому что в этот момент возникает совсем другая последовательность возбуждения центров начинают одновременно работать задняя и передняя конечности то есть когда человек бежит у него уже рука и нога диагональная рука и нога идут синхронно у животных соответственно получается что в момент бега идет отталкивание одновременно передней и задней лапой это более мощные усилия и поэтому скорость возрастает и соответственно то работает скажем правая нога левая рука то левая нога правая рука это называется рысь то есть вот предыдущая история это называется шаг ну те кто занимаются движениями используют термин алюр ну может быть слышали его и в случае лошадей тоже применяют вот медленный алюр да вот эта лошадь она идет и в каждый момент времени срабатывает только одна конечность а быстро алюр рысь здесь уже работает две конечности одновременно и получается быстрее это вторая скорость ну и есть третья скорость которую мы люди не используем потому что тут уж точно нужны все четыре лапы этот алюр называется голубу когда две передние и две задние лапы срабатывают одновременно и плюс к этому еще очень мощно разгибается спина и еще быстрее получается но мы поскольку мы бегаем на двух лопах мы галопировать толком не можем вот и в итоге наши олимпийские чемпионы бегают со скоростью ну 40 километров в час с небольшим это даже вот самые лучшие спринтеры а вообще-то млекопитающее нашего размера должно бегать со скоростью 70 километров в час если бы мы могли использовать голуб мы бы так и делали представляете не нужны были бы автомобили да наш надел шлем вышел на шоссе и побежал куда нужно 70 километров в час это уже очень прилично но к сожалению эволюция вот сделала упор на то чтобы мы руками что-то тонкое делали и в итоге мы бегаем медленно вот хотя конечно тоже пытаемся маленькие дети все это пробуют потому что эта штука у нас мозги тоже есть то есть возбуждаются центры головного мозга сначала включается шаг потом на каком-то уровне рысь а потом можно попытаться по галопировать но не очень получается но тем не менее но кстати вот здесь видите дельфин дельфины плавают галопом то есть хотя они вроде уже бесконечности но как плывет дельфин он же плывет вот так галоп изгиб спины а рыба как плывет вот так это совсем другой очень древний вариант движений и вы поэтому всегда скажем акулу дать дельфина отличите потому что у них совершенно разный стиль плавания ну вот здесь вы видите спортивную ходьбу и при спортивной ходьбе важно чтобы нога не отрывалась от опоры это настоящая рысь то есть тут видите вот она да идет синхронно рука нога диагональная согнулась нога и рука ну и наконец галоп то есть на самом деле конечно голову возможен вот бег мешках это классический голов когда-то в олимпийских играх был такой вид прыжки с места в длину и прыжки с места в высоту но потом они куда-то делись и появились там всякие керлинги и другие странные виды спорта хотя смотрите какой классный вид по моему это был бы очень смешно и весело и здорово какая зона у нас мозги запускает и ускоряет локомоцию то есть говорит стали пошли побежали побежали быстрее эта зона называется субталамус она находится в глубине нашего мозга вот это наши большие полушария мозжечок а вот эта центральная зона называется ствол мозга и верхняя часть ствола она называется промежуточный мозг промежуточный потому что промеж больших полушарий и вот в этом самом промежуточном мозге есть небольшая область она называется субталамус. И она управляет локомоцией. Если ее стимулировать, то можно запустить движение какой-нибудь лабораторной крысы. И если стимулировать сильнее, то крыса сначала пойдет, потом побежит рыжью, потом побежит голопом. То есть можно управлять ей как электронной машинкой. А в нашем с вами мозге, конечно, в этот самый субталамус приходит куча сигналов. Во-первых, мы можем их произвольно управлять. И я захотел пойти, и пошел. Во-вторых, туда попадают сигналы от центров самых разных потребностей. И стоит нам чего-то всерьез захотеть, то включается субталамус. То есть вы сидите, сидите, и вам захотелось есть. И вы встали и пошли. Куда пошли? Ну, к холодильнику. Вы сидите, сидите, и стало вам что-то неуютно, как-то тревожно. Мало ли, сейчас учитель придет и начнет спрашивать. Вы взяли и ушли в соседнюю комнату. Вам одиноко, вам хочется любви, участие, да, потому что весна у вас как-то... Так встаньте уже и пойдите. То есть встать и пойти – это самый универсальный способ решения вообще любой проблемы. Русская поговорка «под лежачий камень вода не течет» – она об этом. То есть включение локомоции – это прекрасный способ что-то изменить в мире. И тогда, глядишь, и с вами тоже что-то случится. Ну, в русских сказках есть такой персонаж, который вот именно локомоцией занимается, да. Это Колобок, который от бабушки ушел, и от дедушки ушел. Ну, у него, правда, это гиперманифестировано. Психиатры называют это дромоманией, когда настолько уже непоседливое существо, что вот раз – и опять куда-то убежало. Ну, и как бы вот, опять же, есть мультяшные герои, которые говорят, что ничего на свете лучше нету, чем бродить по белу свету. Ну, вот, например, бременский музыкант или какие-то туристы. Ну, в общем, сейчас это тоже достаточно распространено. Если художник рисует локомоцию или скульптор ее лепит, это уже гарантия успеха. Потому что наши зеркальные нейроны тут же это на себя переносят, и мы можем видеть кучу разных произведений, которые про это. Ну, в частности, он Пикассо. Видите, какие прекрасные бегущие женщины. Ну, и с локомоцией, конечно, связан танец. Потому что танцевальные движения – это вот такая сложная локомоция. И вдобавок она еще завязана на музыкальный ритм. А что такое музыкальный ритм? Откуда он взялся? А это, по сути дела, тоже локомоция. То есть какая была, видимо, самая древняя музыка? А это что-то вроде барабана. Ну, скажем, идут мужчины в поход за мамонтом. Идти далеко, долго. Как сделать процесс более приятным? Давайте возьмем две палочки или два камня и постучим. И получится ритм. И мы под этот ритм более бодро дойдем, принесем мамонта, съедим. А вечером, когда все кончилось, ну, в смысле, мамонт кончился, да, и как бы время еще осталось, а почему бы опять не постучать в эти палочки и немножко не подвигаться? Тем более, что наш мозг так устроен, что платит нам за движение положительными эмоциями. И вот ритм танца, он прежде всего локомоторный ритм. То есть он возникал для того, чтобы резонировать, да, сопрягаться с движениями наших рук и ног и помогать ходьбе, помогать бегу. Ну и поэтому в музыке ритм так важен. Конечно, есть прекрасные музыкальные произведения, когда звучит что-то очень сложное, да, какая-то авангардная музыка. И есть даже люди и критики, которые говорят, о, это новое слово в искусстве. Но все равно большинству людей ужасно нравится рок-н-ролл, мазурка, вальс. То есть там, где есть явный ритм, вот это доставляет нашему мозгу прямое удовольствие, потому что музыкальный ритм тут же попадает на двигательные центры, а они даже, вы можете не танцевать, а просто немножко притупывать и уже от этого испытывать положительные эмоции. Вот так, собственно, наш мозг устроен. То есть здесь вы, собственно, видите самые древние музыкальные инструменты, барабаны. А это племя Масаев африканское. У них самый древний танец. Они просто прыгают вверх под барабаны. И тот, кто выше всех прыгнул, больше всех девушкам нравится. Ну, как бы, все понятно, потому что самый прыгучий, значит, самый сильный. В принципе, движения, похожие на локомоцию, они есть и в других блоках нашего мозга. Ну, например, сживание. То есть мы открываем, закрываем рот. Или, например, наше дыхание. Мы чередуем вдох и выдох. И нервные центры, сделанные, так сказать, ради того, чтобы мы дышали, они по своему строению похожи на те центры, которые управляют сгибаниями наших конечностей. Ну, единственное, что дыхание – это настолько важная штука, что там ритм генерируется прямо самими нервными клетками. То есть в наших дыхательных центрах, в продолговатом мозге, есть особые нейроны. Они называются пейсмекеры или водители ритма, которые без всего остального мозга задают дыхательный ритм. Пейсмекеры, водители ритма. Ну, кстати, в рок-н-ролле ударник на инструментах, ну, в смысле, на барабанах, он тоже пейсмекер. То есть ринго-стар, он пейсмекер. Ну, правда, не дыхание, но тоже неплохо получается. Это вот разные варианты движений. Рыбы, понятное дело, изгибают туловище. А вот какая-нибудь сороконожка, да, представляете, как сложно ее управлять своими ножками. И исходные импульсы возникают у нее вот тут вот в головных ганглях. И дальше бегут-бегут по цепочке нервных клеток, и каждая пара ножек отдельно срабатывает. Ну, и, кстати, у той же самой сороконожки, у тех же самых рыб, у них работают пейсмекеры двигательные. А у нас там более сложная система, но у меня нет времени про нее рассказывать. Если хотите, более полный вариант этой лекции есть в Ютубе, и вы можете его посмотреть. Там я раза в три больше рассказываю про ту же самую локомоцию. Теперь произвольные движения. Итак, есть рефлексы, есть локомоция. Третий тип движений – произвольные движения. То, что называется новые движения в новых условиях. Ими управляет кора больших полушарий. И самый известный такой тип движений – это манипуляции с предметами. То есть, когда мы с помощью нашей руки, наших пальцев что-то делаем. Само слово «манипуляция» – слово «ману» – рука. То есть, пишем, играем на музыкальных инструментах. Ну, или хотя бы просто ломаем игрушки, для того, чтобы поглядеть, что там внутри. Для того, чтобы это делать, действительно нужна хорошая рука. И это, конечно, обезьяны. Но, по-моему, у кого тоже такая рука есть. Вот, например, еноты. У них неплохие пальчики. Хотя и нет такого противопоставленного большого пальца, как у нас. Но, в принципе, енот, который там шарит что-то на дне водоема, у него тоже очень хорошая тонкая моторика пальцев. Произвольные движения – это новые движения в новых условиях. Когда мы двигаем нашей рукой для того, чтобы, например, взять какой-то предмет в каком-то необычном месте. То есть впервые случилось так, что вот надо, например, дотронуться до этой надписи. То есть я смотрю, как идет моя рука. Очень важен зрительный контроль. Еще очень важен тактильный контроль. Реакция на прикосновения. Потому что произвольные движения не всегда зрительные. Это могут быть движения, связанные просто с кожными ощущениями. Ну, скажем, вы что-то ищите у себя в портфеле. Ключи, например, от дома. Вы так запустили руку, у тебя – а, это не ключи, это не ключи. Ой, а это что такое? Это не ключи. То есть идет вот такой постоянный сенсорный контроль. И ваше зрение или кожная чувствительность подсказывает вашим двигательным центрам, как направлять это движение. Значит, произвольные движения – это сложные движения. Они задействуют нашу лобную кору. И начинается произвольное движение в самой передней части лобной коры. Ну, прямо вот здесь. Это называется префронтальная или ассоциативная лобная. Ну, в общем, передняя лобная кора. И здесь возникает сама идея движения. Скажем, я хочу взять какой-то предмет. Дальше сигнал попадает вот в эту зону, покрашенную синим цветом. Это так называемая поле 6 или премоторная кора. Здесь программа превращается в набор движений. Потому что, а что значит я хочу взять предмет? Я должен шагнуть, вытянуть руку, согнуть пальцы, согнуть руку. То есть, каждая двигательная программа – это набор движений. И вот нужно программу превратить в этот набор движений. А следующий этап – еще больше сигнал расходится по мозгу. И каждое движение надо превратить в набор мышечных сокращений. То есть, из поля 6 информация попадает в поле 4. Вот эта красная зона, которая прям совсем у нас по центру мозга расположена. И здесь находятся нервные клетки, которые способны уже дальше сигнал послать в спинной мозг, чтобы он управлял конкретными мышцами. То есть, нужно каждое движение превратить в набор сокращений мышечных. Потому что, легко сказать, разогнуть руку. А ведь это плечевой сустав, локтевой сустав, лучезапятный сустав. А там куча мышечных волокон. То есть, нужно захватить очень много нервных клеток. И это тяжелая, сложная задача. То есть, очень мощное произвольное движение задействует большие полушария. Ну и особенно достается, конечно, вот этой вот моторной коре или полю 4. Здесь у нас в этой моторной коре есть, по сути, мышечная карта. То есть, разные нервные клетки занимаются разными мышцами и разными блоками спинного мозга, которые там непосредственно управляют мышечными сокращениями. И посмотрите, совсем вверху у нас находится зона ноги, потом зона туловища, потом нейроны, которые управляют рукой, пальцами. Причем, посмотрите, мизинец сверху, а большой палец снизу. И здесь дальше огромная зона лица, потому что мимические мышцы для нас очень важны. И здесь сначала зона лба, потом верхние челюсти, нижние челюсти. А совсем внизу, вот уже вот здесь вот, зона языка и голосовых связок, речедвигательная зона, с помощью которой мы говорим. И движение пальцев, и мимика, и речедвигательные движения, они все очень сложные. Поэтому на этой карте так много именно таких нейронов. А нейроны, которые занимаются ногой или туловищем, их мало, там более простые движения. Ну и дальше сигнал отправляется в спинной мозг, видите, сразу по множеству параллельных каналов. И мы выполняем то или иное произвольное движение. Ну и в итоге, собственно, учимся. Потому что когда мы рождаемся на свет, у нас очень мало исходных двигательных программ. Наш мозг мало чего знает. И даже просто научиться толком сгибать и разгибать руку и пальцы, это сложная задача. Вы когда смотрите на человеческого детеныша, да, на младенца, которому месяц-два, он же просто машет конечностями, как попало. Потом он начинает попадать по погремушке. И недаром вешивает погремушку, чтобы цель была. Он учится двигать глазами, да, и учится еще и попадать по погремушке. А потом он ее схватил, это победа, потащил к себе, еще одна победа, запихнул в рот, еще одна победа. Вы человеческого младенца месяцев три можете застать за каким странным занятием. Он так вот держит руку, вот так шевелит пальцами, и у него такая физиономия. Ух ты, это я делаю. Потому что его мозг понимает, он этим управляет. А месяцев, не знаю, там в пять он обнаруживает, что у него еще и ноги есть. Ничего себе, оказывается, это тоже мое. И вот мы учимся, учимся даже самым простым движением. Ну и вот посмотрите, вот этому младенцу тут месяцев семь. То есть он берет этот мандарин, насколько тяжело, потому что руки еще не слушаются. Но он весь в этом процессе, он получает от этого кучу положительных эмоций. И по мере повторов мозжечок, базальные ганды запоминают эти параметры. И начинается то, что называется автоматизация движения. А вот слон, про который я упоминал, да, он тоже научился действовать хоботом. И дотягивается там до какой-то груши, которую кинул ему там этот самый посетитель зоопарка. У слона глаза по бокам, ему очень сложно. Он так увидел грушу, а дальше он на ощупь и на запах ее ищет. Ну и вот каждый раз, когда показываю эту фотографию, я переживаю за слона, как бы он туда не упал. Ну не упал, это вот я фотографировал в пражском зоопарке в свое время. Мы когда выполняем много произвольных движений определенного типа, у нас именно эта зона мозга очень мощно развивается. И на том, что называется томограмма, то есть на записи специального прибора, который показывает активность разных отделов мозга, можно увидеть, что у музыкантов профессиональных очень мощно активирована зона, которая работает, например, с пальцами. А, например, у танцоров балетных, у них свои группы нервных клеток очень активны. Или вот, например, борьба такая бразильская есть, Капоэра, у них там свои группы нервных клеток работают. То есть мы, когда интенсивно тренируем какие-то группы двигательных навыков, у нас эти зоны мозга очень интенсивно развиваются. Поэтому, в принципе, моторика очень важна и тонкая моторика очень важна. Когда вы грузите лобную кору интересными двигательными задачами, развиваются все окрестности. Поэтому просто тыкать пальцем по клавиатуре – это маловато. Нужна, не знаю, там лепка, оригами, вырезание. То есть тонкая моторика пальцев, она очень благотворно влияет вообще на все развитие мозга. И это, на самом деле, работает в любом возрасте. И в 3 года, и в 13, и в 30, и в 83 года. И сейчас, например, огромное количество работ научных о том, как полезно людям совсем пожилым опять возвращаться. И к тонкой моторике, и к тому, чтобы как-то по-другому подвигаться. Потому что с возрастом люди двигаются все более стереотипно. И их двигательные центры недополучают эту новизну, а эта новизна ужасно важна. Ну, изобразить руку – это, опять же, всегда очень классно. Это вот еще раз про то, как произвольное движение захватывает весь мозг. И в этом его достоинство, и в этом его недостаток. Потому что если вы выполняете какое-то сложное произвольное движение, то в это время другие функции вашего мозга уже особо себя не проявляют. То есть ваш компьютер занимается сложным произвольным движением. Представьте себе, что вы несете тарелку, доверху наполненную горячим супом. Вряд ли вы в этот момент о чем-то еще будете думать. Потому что весь ресурс уйдет на то, чтобы вот это донести. Или вы впервые сели на велосипед. Вряд ли вы будете думать о красоте природы или о смысле жизни. Вам главное в канал не упасть. И вот это не очень хорошо. Потому что а вдруг что-то произойдет в окружающей среде важное, а вы все в этом произвольном движении. Ну скажем там, еда, или опасность, или размножаться пора, а вы там со своим велосипедом. То есть слишком увлекаться произвольным движением тоже нехорошо. Кора больших полушарий, она все-таки для того, чтобы думать, сопоставлять, предугадывать, прогнозировать. Поэтому эволюция создала четвертый тип движений, который разгружает кору больших полушарий и позволяет отдать выполнение привычных движений мозжечку и базальным ганглиям. Это называется автоматизация движения. Ну, собственно, давайте мы... А, вот, как бы я картинку показываю. Значит, что происходит? Значит, каждый раз, когда мы производим вот эти движения, и сначала программа превращается в набор движений, а потом движения в набор мышечных сокращений, базальные ганглии и мозжечок получают об этом информацию. И они запоминают, как эту программу превратить в этот набор, как это движение превратить в эти мышечные сокращения. И начинают постепенно подсказывать коре больших полушарий. Ну, надо сказать, что этот процесс более изучен для мозжечка, он гораздо более доступен, он все-таки на поверхности мозга. Базальные ганглии, они там, в глубине полушарий, они гораздо более таинственная структура. Но для мозжечка это довольно неплохо показано. Вот смотрите, поле 6, про которое я сказал. Значит, выбрали движение, скажем, разгибаем руку. Как его превратить в мышечные сокращения? Для этого сигнал уходит на поле 4, и поле 4 мучительно считает, чего там сделать. Представьте себе, что вы впервые это движение выполняете, вы смотрите, и в конце концов все это уходит в спинной мозг, и возникает движение. Так вот, мозжечок получает параллельную информацию. Ага, вот такие мышцы надо сокращать, чтобы это движение получилось. И по мере повторов мозжечок все лучше помнит, что конкретно надо делать, и начинает поле 4 подсказывать, суфлировать. И постепенно вот эта стрелочка, она становится все слабее, а стрелочка подсказки все лучше. И в конце концов вот так вот получается. То есть вы уже автоматизировали программу. То есть на каком-то уровне вам достаточно большими полушариями сказать мозжечку, ну что, велосипед, сели и поехали. И мозжечок берет и едет, ну вместе с базальными ганглями, да, то есть вы сели на велосипед и поехали. И вы крутите педали, поворачиваете руль, не падаете в канаву, и при этом думаете, там, не знаю, о смысле жизни или о красоте природы. Вот что произошло? Ведь движение то же самое, очень сложное, очень скоординированное. Но теперь им занимается не кора больших полушарий, а специальные двигательные сопроцессоры, которые эволюция встроила в наш мозг. Это мозжечок и базальный ганглий. Если нужно, то всегда можно перевести в произвольный режим. Скажем, вы едете, а посреди дороги дерево. Ага, увидели, объехали, в этот момент вы перестали думать о смысле жизни. Вот. И опять на автопилоте. И вот так вот мы устроены. То есть наша кора больших полушарий все-таки произвольными движениями занимается только время от времени. А в основном всей этой командой из четырех сотен мышц управляют мозжечок, базальный ганглий, который посылает сигналы к тому же самому спинному мозгу. Но, конечно, слушаются коры больших полушарий. Ну, давайте для примера автоматизируем движение. Значит, смотрите, делайте, как я это называется. Берем указательный палец и большой. Ставим указательный на большой. Делаем, делаем, не ленемся. Большой, но указательный. И теперь раз, два. Шагаем. Смотрите, как мы делаем. Мы смотрим, да? Вот у вас это впервые. Это сложно, да? Дальше, когда вы научились, вы уже делаете вот так вот. А в идеале вот так вот. Когда потренируетесь. Но если вы это впервые делаете, то, конечно, вам нужен двигательный контроль. Запомните это и тренируйтесь. И ваш мозжечок обретет новый навык. Ну, меня в свое время в школе научили это делать, да? И теперь я это делаю в любом положении. Знаете, как гитаристы за спиной на гитаре играют. Если вы чему-то научились, то дальше это получается легко и просто, потому что мозжечок помнит навсегда. Память наша двигательная гораздо прочнее. У нее эволюция гораздо дольше. Потому что у какой-нибудь акулы у нее мозжечок не хуже нашего. И мозжечок уже там почти 800 миллионов лет эволюционирует. А наша кора больших полушарий, которая запоминает, ну, там, скажем, прочитанные книги, она так по-серьезному только 100 миллионов лет появилась назад. Ну, 150. Поэтому прочитал книгу, через 10 лет вообще ничего не помнишь. А научился кататься на велосипеде, через 20 лет сел, ну, немножко повилял, но поехал. Ручки-то помнят. На самом деле не ручки, а мозжечок. То есть двигательные навыки у нас запоминаются гораздо прочнее. Ну, вот он, этот замечательный мозжечок. В нем на самом деле выделяют три части. И тонкую моторику конечностей запоминает так называемая новая часть мозжечка, которая находится вот совсем сбоку. То есть вообще как эта картинка-то получилась? Значит, вот наш мозжечок, ну, вернее, вот наши большие полушария, мозжечок там сзади на затылке. Но если мы на него с затылка посмотрим, мы увидим, что у него есть центральная часть, она называется червь, и два полушария. И вот самая боковая часть полушария, это так называемый новый мозжечок, который в основном у нас тонкой моторикой занимается. А еще он занимается речью и мимикой, то есть самыми эволюционно новыми и очень человеческими автоматизированными движениями. Зато самая серединка занимается наиболее древними функциями, а это поддержание равновесия и движение глаз. То, что у тех же рыб уже есть. Поддержание равновесия, движение глаз – это в основе рефлекторные программы, но они установлены не очень точно. То есть у нас есть такие рефлексы, которые врожденно очень хорошо установлены. Например, тот же коленный рефлекс, и его дополнительно учить не надо. Но есть рефлексы, которые нужно дополнительно как бы корректировать, настраивать. Например, поддержание равновесия, движение глаз. И вот это делает мозжечок. То есть он автоматизирует рефлекторные программы. Центральная, древняя часть мозжечка, то, что называется червь мозжечка, автоматизирует рефлекторные программы. А вот между этими зонами, видите, осталась зона так называемого старого мозжечка. Вот она автоматизирует локомоцию. Потому что, опять же, программы ходьбы и бега, они, конечно, врожденно установлены в спинной мозг, но они установлены довольно криво. И сами видели, как ходит маленький младенец или там маленький щенок. Для того, чтобы все это заработало четко, красиво, нужно, чтобы мозжечок научился подсказывать спинному мозгу, как конкретно сгибать и разгибать конкретную конечность. И это так называемая старая часть мозжечка. То есть получается, что мозжечок един в трех лицах. Древняя часть – автоматизация рефлексов, старая часть – автоматизация локомоции, а новая часть – это автоматизация произвольных движений. И не дай бог что-то повредится. Именно эта группа движений будет нарушена, ну и, собственно, тогда придется или переобучаться, или вообще эта проблема останется навсегда. И кроме мозжечка в автоматизации движений участвуют базальные ганглии, которые, как я уже сказал, находятся в глубине больших полушарий. Вот появился срез поперечный через большие полушария. Вот здесь находится промежуточный мозг, а вот тут, видите, зона базальных ганглиев. Вот это кора, а вот это те самые базальные ганглии. И они вместе с мозжечком автоматизируют движения. Как они делят между собой функции? Мозжечок запоминает конкретные параметры конкретных движений. То есть переход от поля 6 к полю 4. И если вы, например, учитесь танцевать, то отдельное движение, скажем, какое-нибудь вот такое, да, красивое, это мозжечок. А что делают базальные ганглии? Они автоматизируют переход от лобной коры к полю 6. То есть они запоминают, какие движения внутри программы. А это еще более сложная задача. Вы учитесь танцевать, и вы учите весь танец. Вы учитесь как две минуты из одного положения переходить в другое. И это базальные ганглии. И это совсем другая задача, и даже более сложная. И там, собственно, хранится такого рода моторная память. И от базальных ганглиев, собственно, зависит вообще глобальный запуск наших движений. То, насколько базальные ганглии активны, определяет, например, вообще нашу двигательную активность. То есть человек, у которого мощно работают базальные ганглии, он, что называется, легок на подъем. Скажешь ему, пойдем погуляем, пойдем потанцуем, пойдем спортом позанимаемся. Он, да, классно, я это люблю делать. А если у вас не очень активные базальные ганглии, вы типа, а, я люблю сидеть, а лучше лежать. Ну, тут уже многое зависит от того, какие у вас родительские гены. Так сказать, достались. Но на самом деле, конечно, надо тренироваться и не поддаваться на всякие такие ленивые позывы. Потому что, конечно, лень – это отдельная такая непростая программа. Ну, понятно, что какие-нибудь там балерины, которые учат танец, они свои базальные ганглии очень мощно тренируют. Ну, и, к сожалению, базальные ганглии довольно часто ломаются, особенно с возрастом. И есть особое заболевание, которое называется паркинсонизм, болезнь Паркинсона. Там вот проблема именно с базальными ганглиями. Ну, кому, опять же, интересно, у меня в сети есть лекция, посвященная именно болезни Паркинсона. Бывают и другие истории, похожие на болезнь Паркинсона. Но когда, например, у человека возникает не просто дрожание, вот при паркинсонизме там дрожат конечности, дрожит голова. А бывают такие патологии, когда, скажем, рука вот так летает. Это называется гиперкинезой. Это тоже патологии базальных ганглев, потому что базальные ганглии ломаются в основном как бы двумя вариантами. Либо мозг перестает запускать движение, либо эти самые базальные ганглии начинают запускать движение, не спросясь кору больших полушарий. И тогда возникают вот эти самые гиперкинезы. Ну и порой даже приходится делать нейрохирургические операции, для того, чтобы эти гиперкинезы убрать. Ну, самый известный гиперкинез – это хорея Гентингтона. Это наследственное заболевание. Там доминантная мутация, которая проявляется годам к 40. То есть, в общем, такая достаточно серьезная история. Для того, чтобы базальные ганглии хорошо работали, важно, чтобы им помогал средний мозг. А в среднем мозге есть особая структура. Она называется черная субстанция. И аксоны клеток черной субстанции идут в базальные ганглии и выделяют особую молекулу, которая называется дофамин. И именно дофамин отвечает за нашу радость при движениях. То есть, чем больше у вас дофамина в мозге, тем больше удовольствия мы получаем от движений. И, соответственно, у детей это, как правило, у всех работает. Поэтому дети гораздо более подвижны. Вон, звонок прозвенел, и уже все вскакиваем, побежали. И это важно для того, чтобы мозг учился. Потому что получать удовольствие от движений – это гарантия того, что вы будете много бегать, прыгать, и ваш мозжечок и базальные ганглии научатся и автоматизируют все, что нужно. А у взрослых часто эта функция начинает слабеть. И мозг становится более ленивым. И предложение ребенка маленького – мама, папа, давай побегаем, попрыгаем – вызывает у взрослого мозга такое глубокое недоумение. Типа, я уже умею все это делать. Но действительно бывают такие счастливые взрослые, которые готовы бегать и прыгать всегда. И это как бы их мозгу здорово повезло. Но, опять-таки, у нас есть зеркальные нейроны, которые переносят на нас не только чужие эмоции, но и чужие движения. Поэтому для того, чтобы выделялся дофамин, нам даже порой не обязательно самим двигаться. Нам достаточно смотреть, как двигаются другие. И мы уже испытываем положительные эмоции. И когда балерина крутит фуэте, мы тоже немножко крутим фуэте. И когда у нее все получается, мы за нее радуемся. И то же самое со спортом, и то же самое с цирком. Поэтому есть особые виды искусства, когда люди идут посмотреть, как двигаются другие люди. И это радует. И это классно. И это, опять же, замечательное свойство нашей нервной системы. Но я думаю, мы это пропустим. И спасибо за внимание. Спасибо. Ребята, у нас есть пять минут на вопросы. Есть какие-то вопросы? Или просто потом подойдете к лектору в конце? Да, вот там поднятая рука. Сейчас, секунду, да? Секунду, в микрофон. Скажите, пожалуйста, в любом движении мышцы сокращаются? Ну, да, наверное, по определению. Более того, иногда мы вроде не выполняем движения, а мышцы сокращаются. Потому что, когда вам очень хочется кого-то стукнуть, да, или сказать какое-то слово, а говорить его нельзя, вот, то можно с помощью датчиков поймать микросокращение мышцы, сказать, ага, вот что он хотел сказать-то мне на самом деле, да? Вот. И то же самое с мимикой. Сейчас очень много технологий, связанных с детекцией лжи, они как раз основаны на том, что ловится микросокращение мышцы. Про человека что-то очень много можно узнать. Так, ребят, я вижу, что все очень хотят уже обедать. Подождите секунду, нам нужен небольшой подарок нашему лектору. Мы хотим сказать вам большое спасибо, что вы приехали к нам. Было очень здорово. Давайте покажем спасибо еще раз. И у нас... Да, конечно. Ребят, вот вы можете запомнить мою фамилию, и в Ютубе очень много лекций по мозгу, по самым разным его аспектам, ну, потому что я их читаю. Вы, наверное, тоже хотите есть. У нас есть вот такой вот съедобный мамонт. Хорошо, спасибо. Я его довезу сегодня до наших студентов. Они точно хотят вместе. И можете к студентам прийти вот в такой футболке за пыша. А, вот это спасибо, да, прекрасно. Спасибо вам большое. Спасибо. Приезжайте еще. Спасибо. 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 Спасибо.